В рамках 14-го международного медиа-форума «Диалог культур» в главном штабе открылась фотовыставка под названием «Я здесь живу». Фотокорреспонденты из зарубежья и регионов России представили те места, где живут они и их герои. В прошлом году я получил приглашение от «Диалога культур» представить свои фотографии и даже получил в итоге награду лучшего фотографа на выставке, поэтому я был приглашен принять участие в этом году. Я хочу посмотреть работу и других фотографов. Организаторы получили около 400 работ, но для размещения всех не хватило места, поэтому участники увидели только около 200 фотографий. Это действительно очень интересно, потому что ты летаешь там 7-8 часов, летаешь, летаешь и приземляешь, и все равно еще Россия, да, думаю, ну, Россия, и можно еще дальше летать в Владивостоке, да, или еще Россия, и такой большой, бесконечной страны. «В первый раз это был своего рода несчастный случай. Я и мой учитель, мы получили задание – сделать для журнала фотоисторию о том, что осталось на месте ГУЛАГа. Это задание стало настоящим вызовом, оно превратилось для каждого из нас в личный проект. Но мы должны были говорить в своих работах на одном языке, использовать единый традиционный документальный стиль. Я посетил Соловки дважды за полтора месяца, и теперь эта идея превратилась в такой большой фотопроект, часть из которого, подготовленная лично мной, представлена сейчас в главном штабе. Здесь выставлен мой фотопроект. Эта история началась с идеи. В 2016 году я был вовлечен в тему взаимоотношений между людьми и окружающей средой в моем регионе. Этой теме была посвящена целая арт-неделя. И когда я увидел историю о влиянии экологии на миграционное движение в Бангладеш, я сказал себе, что, возможно, это может стать хорошей универсальной историей. И я смогу реализовать свою мысль. Поэтому я просто начал изучать, что происходит, и поехал туда, где я сделал свои фотографии. Значительная часть фотовыставки посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В течение года отбирались фотографии ветеранов самых разных стран от Канады до Австралии, боровшихся с фашизмом. Сами экспозиции готовили молодые фотографы, которые о войне знают только по рассказам. Очень важно для журналистов в современных условиях не быть все время в смартфоне. Выезжать за запахом, за чувствами, за эмпатией. Это очень важная вещь для журналистов. Они это почувствовали. Они открыли для себя реальную Россию, о которой они расскажут своей аудитории. И тогда и ломается сразу стереотип. Организаторы объединили под общей темой «Я здесь живу» и фестиваль документальных фильмов. В этом году интересные работы привезли авторы из Осетии, Швейцарии, Польши и Ирландии. Кирилл Ислентьев, Евгений Горяев, Медиа-центр, СПБГУ.